Всем привет садоводы и огородники на моем канале радости частного дома. И сегодня я вам показываю великолепный сорт ремонтантной клубники, который называется Елизавета вторая. Сейчас я о нем вам расскажу, а опытным садоводам я тоже советую посмотреть, вдруг вы подчеркнете что-то новое из моего рассказа. А потом я вам покажу как правильно производить посадку клубники в открытый грунт ранней весной и что при этом я добавляю в землю. А сейчас давайте я вам расскажу кратко о описании этого сорта. Слава о землянике Елизавета вторая очень противоречива. Одни садоводы говорят, что сорт супер урожайный, ягоды крупные и вкусные. Другие разочарованы кустами с обилием усов и одной сухой и безвкусной ягодой. Есть две основные причины отрицательных отзывов. Первая вместо знаменитой Елизаветы второй куплена подделка, а вторая неправильный уход и неумелое обращение с выращиванием прекрасного сорта клубники. Елизавету вторую считают улучшенной версией королевы Елизаветы. О происхождении обоих сортов существует легенда. Два десятка лет назад ремонтантную и практически безусую клубнику королева Елизавета вывел английский селекционер Кен Мюр. Ученые славятся как создатель лучших сортов шедевров клубники и земляники. В донском плодопитомнике успешно выращивали, размножали этот сорт и реализовывали населению. И вот в процессе такой работы селекционеры заметили, что некоторые кусты отличаются от оригинальных более крупными и сладкими ягодами. Усов на них было больше, а ремонтантность проявлялась ярче. Так появилась Елизавета вторая. Описание сорта. Сорт относится к ремонтантным и самым ранним. Бутоны для весеннего цветения образуются с осени. Поэтому Елизавета вторая зацветает раньше других сортов. Отдав ранний урожай, земляника снова закладывают цветочные почки и плодоносят в июле. А затем в сентябре-октябре за весь сезон с весны до осени один куст дает до трех килограмм ягод. Весной 600-700 грамм. Остальное созревает с июля по ноябрь. По наблюдениям садоводов во время осенних заморозков ягоды замерзают, а днем на солнышке оттаивают и дозревают. Кусты Елизаветы второй не слишком раскидистые, средней густоты. В диаметре вырастают до 50-60 сантиметров. Листья темно-зеленые, блестящие, слегка вогнутые, их поверхность отличается средней морщиностью и ребристостью, а по краям имеются ярко выраженные острые зубчики. Цветоносы почти всегда располагаются под листьями. Бутоны собраны в пышные соцветия. Кстати, цветы у Елизаветы второй скромные, размером не более двух сантиметров. Но ягоды из них вырастают крупные, вес отдельных достигает 90-100 грамм. Ягоды конусообразные и довольно тяжелые для своих размеров, поскольку внутри лишены пустот. Мякоть плотная, что делает сорт коммерчески привлекательным. Вкус земляники Елизаветы второй оценивается на 4,7 балла из 5 возможных. Его называют десертным, то есть приятным кисло-сладким. Присутствует яркий земляничный аромат, но надо помнить, что все это справедливо для земляники, которой хватило солнца, влаги, питания и тепла. Осенью и дождливым летом из-за дефицита солнца любые плоды становятся пресными. Это еще одна из причин отрицательных отзывов о Елизавете второй. Ягоды собранные осенью, пусть не такие вкусные как летние, зато прекрасно подходят для зимних заготовок. Вот такой вот прекрасный сорт Елизавета вторая, о котором я только что вам сейчас рассказал. Приобрел я вот такие вот три кустика, которые необходимо сейчас нам с вами посадить. Итак идемте в огород. Вот мы у меня в огороде, значит перед тем как перекопать землю, я сюда добавлял золу. Все перекопалось, приготовил уже три лунки, а удобрять я буду вот таким вот прекрасным удобрением для клубники и земляники, которая называется ому. Я им уже пользовался не первый год, удобрение очень хорошее. Для того чтобы нам посадить клубнику, необходимо эти лунки нам подкормить. Добавляю я сюда этого препарата, ровно спичечный коробок. Это у меня выходит 18 грамм. И теперь я добавлю этот препарат во все три лунки и наша задача теперь остается все это хорошенько перемешать вместе с землей. Сильно глубокие ямки не делайте, нам надо чтобы сердцевина клубники оставалась наверху почвы, чтобы сердцевину обязательно ни в коем случае не засыпайте. И теперь вот так вот берем этот стаканчик, переворачиваю прям на руку и убираю стаканчик и земля у нас осталась целая, корни при этом не страдают. Очень удобный способ и теперь с боков присыпаем землей, аккуратненько. Еще раз напоминаю, чтоб сердцевину не засыпали землей. И с помощью руки просто-напросто вот так вот слегка притрамбовываем землю. И точно таким же способом я сейчас посажу все три куста, которые я приобрел. Правда цена на этот сорт очень высокая, сразу вас предупреждаю, но поверьте оно того стоит и вы всегда будете с хорошей и вкусной ягодой. У нас эти деньки уже тепло, днем где-то плюс 15-20 градусов, правда ночью еще холодно. Недавно были заморозки, но уже тепло. Я замерил температуру почвы, уже плюс 5 градусов показывают, так что самое время для высадки клубники в открытый грунт. Вот это вот удобрение, которое я добавил, оно комплексное, сразу содержит все необходимое для нашей клубники. Для начинающих такое удобрение просто находка. Воспользуйтесь моим советом. Расстояние между клубникой я всегда придерживаю 30-40 сантиметров, этого вполне будет достаточно. Клубника наша посажена и теперь нам осталось ее обильно полить. Где-то на один корень я выливаю полтора литра воды, то есть воду не жалеем. Вода должна быть хотя бы комнатной температуры, то есть не ледяная, чтобы не вызывать шок у растения. И все, теперь я их полью и нам осталось как всегда ухаживать, как за обычной простой клубникой. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, вы не пожалеете. Ставьте палец вверх. Всем пока, пока.